Добрый вечер, дорогие друзья! Я начинаю третью лекцию из четырех, из этого небольшого цикла, посвященного евреям Москвы. Но евреи Москвы – это вместе с тем и евреи Советского Союза. Евреи Москвы – это вместе с тем и евреи Советского Союза. В том плане, что основные события, происходившие в Москве, хотя и не только, конечно, имели огромное значение и влияние на все события, происходившие в Советском Союзе. Сегодня мы возьмем очень большой период, в общем-то, начиная с марта, с апреля 1953 года, вплоть до перестройки, вплоть до 1985-1986 года. Это период оттепери и период застоя. Так эти периоды вошли в историю Советского Союза. Ну и хочу сразу поздравить вас с наступившим Новым Годом. Айгут Йор, как говорят на еврейском языке, на идише, или шанатава, и также сказать гмархатиматава. Вы знаете, что вот эти дни, дни покаяния по еврейской традиции решается судьба каждого еврея на следующий год, и в судный день выносится окончательный приговор и ставится печать. Так что я вам желаю и евреям, и не евреям всем хорошего приговора остаться живым и целым, невредимым на следующий год. Вот мы говорим о времени покаяния, и действительно, время оттепели в какой-то степени – это время покаяния. Ибо совершенно неожиданно, почти неожиданно, 5 марта 1953 года умер лучший друг физкультурников, вождь Иосиф Сталин. А 4 апреля 1953 года, еще более неожиданно, появляется вот это самое сообщение в газетах. Оно очень было незаметно, с краешку где-то стояло, хотя на первой странице. Сообщение Министерства внутренних дел, не правительство, не ТАСС, а Министерства внутренних дел. Оно было инспирировано Ваврентий Павловичем Берии, которому оставалось жить, в общем-то, совсем немного. В декабре он был расстрелян того же года, но в этот момент началась упорная борьба за власть. И Берия первое, что сделал, придя к власти, одно из первых его действий – это освобождение кремлевских врачей. Те, которые выжили. Два человека погибли в тюрьме. В этом сообщении говорится, что Министерство внутренних дел СССР провело тщательную проверку всех данных по делу группы врачей. Обвинявшихся в вредительстве, в шпионаже и других действиях. В результате тщательной проверки выяснилось, что все эти люди были невиновны. К ним применялись незаконные средства расследования. То есть, другими словами, запрещенные, категорически запрещенные советским законом, так сказано, сообщения средства. То есть, фактически пытки. И все они освобождены. Вот это сообщение оказалось просто… Произвело эффект разорвавшейся бомбы. Никогда еще власть в советское время, да и прежде, все помнили советское время, сталинское время, никогда еще не отказывалась, не признавалась в своих ошибках. А здесь она заявила, что были допущены ошибки. Более того, признала о существовании пыток. И в архиве, в бывшем партийном архиве, мне пришлось читать сводки писем. Такие, то есть, главные редакторы центральных газет, да и областных газет, должны были сообщать своему руководству о центральных газетах, то есть правды, известия и так далее, делать сводки писем о настроениях населения, о содержании полученных писем. И отправлять их секретариат ЦК. Так вот, эти сводки писем содержали очень обширные цитаты. Я был поражен реакцией населения на освобождение врачей. Вот как вы думаете, вот, что называется, в первом приближении, какова могла быть реакция? Вот вы можете ее спрогнозировать, что называется? Восторженная, возмущение. Есть еще какие варианты? А? А? Еще был один вариант. Были и за, и против, но большая часть находилась в состоянии растерянности, недоумения. Она просила, требовала, умоляла объяснить, что же произошло. Почему вдруг врачи оказались невиновны? Мы не понимаем. И многие письма, в общем-то, были с откровенным протестом. Вот я этого не ожидал. Казалось бы, общество было столь напугано от страха и должно полностью принимать. И некоторые действительно принимали. Один прислал письмо с просьбой считать его, считать его поздравления Лидии Тимошук. Не считать более его поздравления Лидии Тимошук. Что он дезавуирует свое поздравление. Поскольку она была лишена ордена Ленина. Вскоре вот по решению, по этому, в результате этого сообщения. Мне отдали орден 21 января, а в апреле этот орден Ленина отобрали. Вот он как бы менялся свою линию, согласовывал с линией партии. Но очень много писем, процентов 35-40 содержали протест. Евреи опять вывернулись. Сталина нет и все, мол, позволено. Где Сталин, там и правда. Евреи не работают на заводах, шахтах. Почему им такая привилегия? Неужели к ним так же отнеслись, как фашисты отнеслись к нашей Зое Космодемьянской? Неужели их пытали? Ну, подумаешь, их чуть-чуть тронули. И они уже во всем сознались. А теперь их сообщают, что они виновны. Это ложь. Дайте нам развернутое сообщение. Дайте слово Лидии Тимошук. Если этого вы не сделаете, мы выйдем на демонстрации. Представляете, это апрель 1953 года. Апрель 1953 года. И я был поражен вот такими взглядами. Я молодой советский инженер. Когда я прочел это сообщение, я почувствовал, будто я получил пощечину по лицу. Меня, так сказать, разрушили все мои представления о правде, об истине и так далее. Ну, и большинство, и были коллективные письма, где говорилось о том, что просим более тщательного объяснения, разъяснения и так далее. Письма приходили из Москвы, из Ленинграда, из других мест, из Сталина даже, с Киева, из сельской местности. Мы, работники МТС, такое-то, такое-то, просим подробно сообщить, виновны ли врачи или нет и так далее. Были, конечно, и письма, написанные евреями или женами евреев, которые заявляли, что, наконец, вот правда восторжествовало и так далее, и так далее. И это событие знаменует, по сути дела, собой начало оттепели в стране, едва заметный. Вот мы видим Лаврентия Павловича на трибуне. На трибуне, когда он выступает, день похорон Сталина. Уже тогда он почти не упоминал имя Сталина. И, в общем-то, впоследствии Хрущев в своем, вот, развлечении Берия, как английского шпиона и руководства, которое боялось Берию. Потом на Берию были списаны все преступления, совершенные на Сталина и на Берию. И все преступления, совершенные в 30-е, 40-е, в начале 50-х годов. Но Берия куда был сложнее фигуры, очевидно, чем мы можем, чем до сих пор мы представляем. Он решил тогда начать вопрос об объединении Германии, начать серьезные реформы в сельском хозяйстве и так далее. То есть, то, что начал Хрущев и в более ограниченной мере Берия хотел провести с большим размахом. Кстати, вот эти обвинения Берии в том, что он освободил врачей, были частью обвинений во время июньского пленума, на котором разоблачали Берию. Шаталов, например, секретарь ЦК, уже забытый ныне, почти цитировал эти письма и говорил, что нельзя было делать и не нужно было публично сообщать, что врачей действительно никто не мог не отрицать, что врачи невиновны. Но публично сообщать об этом на пленуме было заявлено, что это было грубейшей ошибкой. Понятно, евреи вздохнули с облегчением, поскольку считалось, многие ощущали, и современные историки считают, что дело врачей было лишь началом, ну или, может быть, апогеем, а может быть и не апогеем, лишь частью кампании государственного антисемитизма, о готовности, свидетельствующей о том, что Сталин готов идти был дальше, что врачи должны быть казнены публично, что готовился еще целый ряд процессов над русскоязычной, еврейской интеллигенцией, над технической интеллигенцией, ряда евреев, еврейского происхождения, ряда крупнейших заводов, ЗИСа, извините, завода имени Сталина, ставшего впоследствии ЗИВом, заводом имени Лихачева, и над целым рядом, целый ряд других процессов. Будто бы есть версия, будто бы рядом с лобным местом должны быть казнены вот эти врачи. Готовилось обоснование для депортации, такое марсистское обоснование для депортации евреев. К счастью, все это не произошло. Хотя, повторяю, точных данных на этот счет мы не имеем. Всевозможные слухи и так далее. Но письма, которые были получены, когда дело врачей было только организовано, в январе 1953 года, да и в феврале, да и позже, многие заявляли о том, что евреев давно пора выселить из столичных городов, из Москвы и Ленинграда, что необходимо их выселить. Более того, было подготовлено письмо, вы знаете, которое подписали многие деятели еврейской культуры, науки, известные имена, которые говорили о том, что вот эти коганы вовсе с маленькой буквы, эти деятели совсем не представляют еврейское население. Мы готовы просить наше родное советское правительство дать возможность доказать свою верность советской социалистической родине и на новых территориях, на восточных территориях страны внести свой вклад в развитие и строительство истинного интернационалистического общества, ибо в нашей стране никакого еврейского вопроса нет. По сути дела, это был призыв евреев, которые просили якобы, вынуждены были, которых заставили просить о том, чтобы их депортировали, выселили из тех мест, из столичных городов и, возможно, из других мест. По крайней мере, с многими людьми, которыми, вот, соответствующего возраста, которым мне удалось поговорить, мало кто отрицал факт подготовки этой депортации. Какие дальше события развивались с евреями в Москве? Повторяю, большинство, почти все вздохнули с облегчением. Вот этот вот, особенно, откровенный государственный антисемитизм, который сопровождался уже неприкрытыми антисемитскими лозунгами, он исчез. Здесь мы видим совсем другую картинку, и, может быть, кто-то скажет, откуда она и что она означает. Есть какие версии? Совершенно верно. Правильно. Ата-Цадек, как говорится. Вы правы. Действительно, это так называемая тройственная англо-франко-израильская агрессия. Октябрь-ноябрь 56-го года. Тогда евреи вынуждены, советские евреи, их тоже впервые после вот этих всех событий заставили подписать такое письмо с осуждением этой так называемой агрессии. Но все же наступили новые времена. Заявление тогда советских властей о том, что Хрущева, что мы готовы отправить добровольцев вот для оказания помощи братскому египетскому народу, оно было таким блефом, хотя и повлияло на решение израильтян, поскольку тогда Советский Союз увяз Венгрии во время событий, восстания, которое было названо в Советском Союзе контрреволюционным мятежом в то же самое время в Венгрии, в Будапеште. В 57-м году происходит очень важное такое событие. Советские евреи впервые, надо сказать, кстати, что дипломатические отношения между Израилем и Советским Союзом, между Советским Союзом и Израилем были разорваны не один раз, а два раза. Первый раз они были разорваны в феврале 53-го года. Их не было всего несколько месяцев. Осенью 53-го года они были восстановлены. Так вот, теперь интерес к Израилю после событий 56-го года, после вообще создания Израиля, все больше проявляется у части еврейской интеллигенции, у тех, кто давно мечтал уехать из Советского Союза. В 57-м году, в июне, летом 57-го года, в июле 57-го года состоялся, как вы знаете, фестиваль молодежи и студентов. И вот на этом фестивале была израильская делегация. Впервые вот произошла вот эта знаменательная встреча. Израильтян, евреев и арабов было около 100 человек. Очень большая была делегация. Конечно, она была тоже готовилась и израильскими спецслужбами, но в нее входили левые организации, израильские комсомольцы и так далее. В нее входили музыкальные ансамбли и прочее. поселили делегацию в гостинице «Москва» на одном этаже с представителями арабских стран. В результате возникло столкновение и драка. Пришлось, то есть, советские власти совершенно не продумали вот этот вопрос и пришлось переселять вот израильскую делегацию на другой этаж. В первоначальном выступлении израильтян, которые происходили в парке культуры Горького и в Сокольниках, и которые заранее объявлялись, собирали множество евреев. Некоторые приезжали в Москву из других городов. Мой знакомый, например, приехал из Куйбышева специально, чтобы посмотреть, встретиться с израильской делегацией. Но поняв, что существуют вот эти незапланированные контакты между двумя странами, между двумя, между советскими евреями и израильтянами, советские власти, организаторы фестиваля, конечно, изменили тактику. Теперь сообщалось, что выступает где-то ансамбль израильский в каком-то месте в такое-то время, но буквально когда люди приходили туда, за полчаса до этого говорили, что извините, оно перенесено в другое место. Люди не успевали доехать до другого места, где должно быть это выступление. То есть власти тогда уже, конечно, препятствовали контактам между евреями и израильтянами. Но вот этот интерес и возможность впервые увидеть в том большом количестве израильтян произвело очень сильное, такое, можно сказать, шокирующее впечатление на евреев, москвичей и евреев из других городов. Ну и здесь мы видим еще одно, так сказать, известное такое хрестоматийное фотографии шестидневной войны, но прежде всего надо сказать о более ранних событиях. Более ранних событиях. Например, вот об этом журнале Советиш Хеймланд, Советская Родина, который был создан в 1961 году. Надо сказать, что как изнутри, так и особенно с внешней стороны левой организации, представители компартии, прежде всего французской компартии, постоянно, поскольку там была специальная еврейская секция, постоянно просили советские власти восстановить еврейскую культуру в Советском Союзе, официальную еврейскую культуру, ибо после разгрома Гассета, разгрома всех еврейских культурных организаций, стране было запрещено издание любых публикаций, любых статей, любых книг, любых вообще изданий на еврейском языке. В начале когда-то еще в начале 1920-х годов это было иврит, а теперь стал уже идиш. Идиш тоже стал запрещенным языком. Именно в этом обвиняли в национализме, в том, что пользовались еврейским языком членов еврейского антифашистского комитета, которые в 1952 году были расстреляны и, как я уже говорил, секретно, неофициально, были официально, но секретно были реабилитированы в 1955-м году. Так вот, советские власти очень долго отказывались, отказывались и как-то, в общем-то, лоббировали и не желали как-то восстанавливать еврейские издания, еврейскую прессу. С иностранными визитерами, встречались советские представители еврейского происхождения и говорили о том, что нам никакой еврейский язык не нужен, мы все говорим на русском, никаких нам школ не нужно, ни изданий и все прочее. Борис Пономарев, секретарь ЦК, который занимался международным коммунистическим движением в президиуме ЦК, потом в политбюро ЦК, прямо заявил французским коммунистам, среди них были евреи, что советские евреи это самое слабое звено в цепи советских народов. Была такая фраза. Хрущев в 56-м встречался с канадскими коммунистами, опять-таки большая часть делегаций представляли собой евреи. Тим Бак, например, глава канадской компартии. Хрущев говорил очень так, он был часто таким человеком откровенным. Вот смотрите, в этом году мы направили 7000 человек наших туристов за границу. И что оказалось, четверо осталось, четверо не вернулось в нашу социалистическую страну. Из них двое лиц еврейского происхождения, еврейской национальности. И как мы можем смотреть тогда на них? Нет, мы не антисемиты, но нам приходится сталкиваться вот с такими случаями. они хотели найти там за океаном какую-то лучшую долю, какую-то свою. Вот. Мы, конечно, решительно возражаем против. А то, что у нас евреи, вы знаете, занимают высокие посты, но вместе с тем в нашей стране подросли и собственные национальные кадры, и пора им уступить место. То есть, вот Хрущев вот так вот часто откровенно говорил, но 20-й съезд партии и разоблачение культа личности в той форме, в которой это было сделано, сыграло огромную роль для потрясло общественное мнение левых, левую интеллигенцию коммунистов на Западе, евреев, которые массами стали покидать компартию, и был серьезный кризис в международном коммунистическом движении. Хрущев на 20-м съезде говорил о многих делах, упомянул он и дело врачей, но ни слова не сказал об его антисемитском характере. И вот эта ситуация и стремление как-то удержать свое влияние среди левой интеллигенции, среди коммунистических партий, очевидно, было решающим для принятия решения о развитии и вновь о восстановлении официальной еврейской культуры. В 1959 году отмечалось столетие Швомалейхама, классика еврейской литературы. Было отмечено торжественно в колонном зале Дома Союзов. С 1959 года стали выпускаться первые небольшие книжицы на еврейском языке, небольшим тиражом. Стали издаваться на русском языке переводы еврейских авторов, в том числе погибших в годы культа личности и расстрелянных членов еврейского антифашистского комитета. Наконец, в 1961 году был создан вот этот журнал Совет Ишгейманд, Советская Родина. Он находился на улице Кирова, дом 17 и просуществовал достаточно долгое время. Весь период существования Советского Союза и несколько лет после этого уже на деньги израильтян, которые поддерживали журнал, который тогда уже назывался Диидиши Газ, Еврейская улица. Совет Ишгейманд выходил первоначально 6 номеров в год, а потом стал выходить 12 номеров в год, стал ежемесячником. Конечно, материалы, которые печатали в этом журнале, во многом были пропагандистские, часто были переводы речей Хрущева или перевод Конституции Советского Союза на еврейский язык, но и печатались литературные произведения, печатались на хорошем языке. Тираж первоначального журнала был 25 тысяч экземпляров, 25 тысяч экземпляров. Это был большой тираж, больше две трети тиража отсылалось за рубеж, и журнал носил такой пропагандистский характер. Остальная часть рассылалась по подписчикам здесь, в Советском Союзе, и залеживалась на полках книжных магазинов и киосках Союз Печати. Редактором журнала был такой главный как бы неофициальный еврей Советского Союза Арон Альтерович Вергелис. Ну, мне пришлось лично знать Вергелиса и читать его литературные произведения, его стихи на еврейском языке, на идише. Он замечательный поэт и вместе с тем такой большой пропагандист Краснобай, который мог говорить часами, говоря о развитии еврейской литературы, культуры, о перспективах и все прочее. И советские власти постоянно его посылали за границу, где он вот разоблачал происки сионистов, империалистов и всех врагов Советского Союза, что якобы в Советском Союзе существует еврейский вопрос. Вергелис умер в 1990 году, дожив до 90 лет. Иврита он не знал, ну и конечно в годы перестройки он менялся, стал писать уже о репрессиях, но так строго двигался с линии партии. Была небольшая внутренняя борьба, кому стать главным редактором этого журнала был еще кандидат Беленький. Может вы читали его книжки о Спинозе, философ он был такой, о был доизме у него была книга. Ну конечно он был куда образованнее Вергелиса, но в литературном плане конечно был ниже. Но Вергелис был близок к власти, близок ЦК. Еще один любопытный момент. Советиш Геймонд не имел цензора. Все литературные журналы на русском языке и на других языках проходили через лит, горлит, через цензуру. А Вергелис выполнял сразу двойную роль. И был главным редактором и сам же цензором своего журнала. Но это не мешало тем же евреям писать на него всевозможные кляузы, доносы, что он сионист, что он продался империализму и так далее. Так что на него доверие с двух сторон. И со старой площади, и с ЦК, и евреи своими доносами. Но тираж журнала постепенно уменьшался. Уже к 90-му году и он составил из 25 тысяч экземпляров выходило 5 тысяч экземпляров. Тираж его резко сократился. Это было связано с падением читателей. Читатели, читавшие на еврейском языке, на эдише уходили, умирали. И это сказывалось и на тираже издание. Одновременно стали выходить и книги на еврейском языке многих писателей, но содержание большинства из них было абсолютно таким кошерным, абсолютно официозным. Еще одно событие происходит в Москве. Выходит словарь Феликса Вольдовича Шапира «Иврита русский словарь». Это уникальная события. Словарь вышел в 1963 году. Феликс Шапира преподавал в Институте Восточных Языков. И вот есть у меня этот словарь. Когда я изучал еврит в Ульпане, то человек, который уезжал, продал мне за довольно большую сумму, как сейчас помню, рублей. 25 рублей, извините. 25 рублей. Это была довольно значительная сумма. но это был словарь, которым можно пользоваться и по сей день. С блестящей грамматикой, написанной со статьей Гранде языка иврит, с очень высоким уровнем. поэтому словарю изучали иврит выпускники Института Восточных Языков, непосредственно связанные со спецслужбами. Иврит также преподавался и в Институте военных переводчиков, также в Тбилиси иврит преподавали на кафедре была кафедра асимитологии и в Ленинграде еще несколько человек изучали иврит. Еврейская история была, по сути дела, под запретом. Один из немногих сюжетов, одна из немногих тем, которая была разрешена публикацией, может, вы даже подскажете, какая это тема была, какой вопрос, какие сюжеты. Ну, конечно, развлечения там сионизма и прочее, само собой. Но это несколько позже даже началось. А вот именно по еврейской культуре, истории, это были кумранские рукописи, понятно, да? Это та находка, которая была совершена в Иудейской пустыне, рукописи, которые нашел в 47-м году арабский паренек, которые стали открытием века. Рукописи общины, очевидно, эссеев, сохранивших ну, где-то прото-библейский такой тексты, которые тесно связаны очевидно с первым веком нашей эры. Эти рукописи в основном сейчас хранятся в Ватикане, и об этих рукописях писали тогда, разрешалось писать нашим востоковедам, семитологам, Дьяконову, Старковой, некоторым другим. Еще одним событием для советских евреев стало издание в середине 60-х годов издание сочинений Леона Фихтвангера. Леон Фихтвангер, немецкий писатель еврейского происхождения, опубликовал также несколько романов, посвященных еврейской истории. Иудейская война, вы знаете, да, вот, потом Еврей Зюз, Еврей Каистоледа, вот эти вещи были опубликованы, и ими зачитывались тогдашняя еврейская молодежь, еврейская интеллигенция, это было очень знаковой публикации, которые воспитывали в таком национальном духе. Какие еще события можно вспомнить времен Хрущева? Довольно много событий, связанных так или иначе с еврейской темой. Это, прежде всего, например, скандал с стихотворением Евтушенко «Бабияр» в литературной газете в 62-м году Евгений Евтушенко публикует стихотворение «Бабияр» «Над Бабием Яром памятников нет, крутой обрыв, как грубая над гробием, мне страшно, мне сегодня столько лет, как самому еврейскому народу». И далее. «Над Бабием Яром шелест диких трав, деревья смотрят грозно по-судейски, все молча здесь кричит, и шапку сняв, я чувствую, как медленно сидею, и сам я, как сплошной беззвучный крик, под тысячами тысяч погребенных, я каждый здесь расстрелянный старик, я каждый здесь расстрелянный ребенок. «Ничто во мне про это не забудет, интернационал пусть погремит, когда навеки похоронен будет последний на земле антисемит, еврейской крови нет крови моей, но ненависти злобы заскорузлой, я всем антисемитам, как еврей, и потому я настоящий русский». Вот это стихотворение, опубликованное в 62-м году, вызвало огромный скандал, главный редактор литературной газеты Косолапов был снят, появилось целый ряд стихотворений Маркова и других высмеивавших Евтушенко, какой-то русский, раз ты узкие брючки надел, вот, и так далее. Евтушенко пришлось в какой-то степени каяться. Шостакович написал 13-ю симфонию и перевожил слова поэмы на музыку. Симфония впервые прозвучала в декабре 62-го года. Прозвучала с хором, который исполнял эту поэму. После этого первого публичного исполнения почти никогда в советское время симфония не исполнялась. Исполнение ее происходило при огромном стечении народа, и которое сдерживала конная милиция. В Киеве, коль мы выходим за пределы Москвы, начались вот с начала 60-х годов такие неофициальные митинги в годовщину в сентябре месяце расстрела евреев в Бабьем Яру, в котором участвовали представители украинской интеллигенции, Иван Дзёба, например, некоторые другие. этих людей разгоняла милиция. Никакого памятника Баби-Миру, как вы знаете, не было, пока наконец в 70-е годы был установлен памятник, не имеющий никакого отношения к еврейской трагедии. Все годы, вплоть, можно сказать, до перестройки тема Холокоста тщательно скрывалась в Советском Союзе. Говорили о евреях, как о мирных советских гражданах, которые погибли и расстреляны немецко-фашистскими захватчиками и их прихвостями. Тема еврейской трагедии, она полностью замалчивалась. Я помню, когда вышел фильм Холокост, тогда-то и появился этот термин, уже прибрежними в середине 70-х годов, то была опубликована статья в «Правде», подписанная узником Освенцима, где также отвергалась вот эта тема еврейского мученичества. Так что любые попытки установить памятники евреям даже на кладбище с Магиндавидом и с упоминанием о том, что именно здесь похоронены евреи, властями всячески пресекалось, а лица преследовались и обвинялись в национализме. Сам Хрущев также, например, я помню, в одной из речей 1963 года, когда отмечалась победа под Сталинградом, под Сталинградской битвы, двух заявил, что евреи сражались и на той, и на другой стороне. Например, переводчиком у Павлиса был еврей. Такое открытие сделал Хрущев. Конечно, полный был миф, который сразу разоблачили на Западе, но позиция Хрущева сама по себе показательна. Собственно, и встречаясь еще в середине, во второй половине 50-х годов с иностранными коммунистами, в том числе евреями, он говорил, ну что вы хотите, вот здесь еврейский антифашистский комитет вы упоминаете, но они же хотели отдать Крым, хотели отдать Крым американским империалистам. Что же вы хотите? Да, действительно, они невинно пострадали, но факт остается фактом. Так что Хрущев сам был во многом дезинформирован этими фактами и событиями. Так что если говорить о повседневной жизни советских евреев, советской интеллигенции, то главное, что двигало тогда еврейскую молодежь, это стремление получить образование. Та жесткая процентная норма, которая существовала при приеме в высшие учебные заведения, была смягчена. Ну, разумеется, не все, но во многие учебные заведения было куда легче пройти. И еврейские родители понимали, что их дети должны получить очень хорошее образование. Как говорил один знакомый, если ты хочешь стать майором, ты должен учиться как полковник. Вот, ты должен быть таким вот и так далее. То есть, ты должен быть обязательно получить диплом, обязательно быть отличником. Вот, только таким образом ты можешь достичь какого-либо положения. Ты должен быть наголо выше всех других, чтобы занять хоть какое-нибудь положение в обществе. До 1967 года существовал небольшой выезд в Израиль. Это несколько сот человек в год. В основном из Прибалтики, некоторых других таких западных районов Советского Союза. Но он сравнительно был незаметен. И в целом Израиль, ну, если привлекал внимание, то не очень значительное внимание советских евреев. Правда, я помню прекрасно своего деда, да и многих людей, у которых евреев, которых мне приходилось бывать дома, все с опаской, глядя на окружающих и на соседей, на входящих туда, прильнув ухо, слушали «Кол Исраэл». На русском языке «Кол из Израиля» радиостанцию. Либо на Идише. На Идише меньше глушили и можно было слушать. Я прекрасно помню вот эти майские дни 67-го года, когда голос Израиля передавал очень такие драматические сообщения о том, что мы окружены, что вот-вот нам грозит гибель, что закрыт тиранский пролив, что враги готовы уничтожить наше еврейское государство. Мы тогда с большим напряжением и с большим состраданием слушали эти сообщения. И была огромная радость, когда 5 июня вот началась эта война, и когда за 6 дней Израиль совершил невероятная. Разгромил армии арабских государств, освободил Иерусалим, объединил Иерусалим, и вот эта вот фотография у стены плача воинов Цагава, армия обороны Израиля, такая символическая фотография. Ну, правда, конечно, тогда мало кто думал о каких-либо религиозных вещах в освобождении Котеля, Стены Плача, Котеля Рама Рави, Западной Стены, Стены Плача, как ее называют христиане. Решались военные задачи, но последствия победы и освобождения Котеля, святыня иудаизма, которая находилась в Иордании, имела огромное значение. И появилась тогда масса анекдотов на сей счет связанных с этой войной. Может быть, некоторые из вас даже их знают и помнят. говорили, что Маша Даян избрал тактику Кутузова. Кстати, Маша Даян и Голда Мейер, особенно Маша Даян, конечно, получили очень большую популярность. Маша Даян был министром обороны, ему приписывалось и справедливо приписывались многие успехи в этой войне. Говорили, что он избрал или Насар, Насар, извините, избрал тактику Кутузова. Он позволил себя заманить в Синайский полуостров и ждет, когда начнется зима. Или, например, такой анекдот о том, что арестовали, милиция арестовала одного хулигана, привели его в отделение, в участок, в отделение милиции и спрашивают, что это ты дошел до такой жизни, что вот еврея избил. Ну, как, чего, говорит. Сообщают, что они перешли первую линию обороны. Потом говорят о том, что они перешли вторую линию обороны. Глядь, они уже в метро. Понятен смысл, да? То есть речь здесь обыгрывается сообщение советской пропаганды, которая шла за египетской. В начале полностью первые дни советская пропаганда, полностью, советские газеты полностью молчали о том, что произошло со своими арабскими клиентами, с арабскими союзниками, с Египтом, что и авиация египетская, она же советская, уничтожена на аэродромах без взлета на Синаи, что захвачь, освобожден, вернее, захвачен Синайский полуостров, Иудея, Самарея, западный берег Ит-И-Ардан, Иерусалим, то, что арабские армии разгромлены, об этом не говорилось. Говорились лишь такие вещи, что арабские армии отступились с первой линии обороны, или там израильтяне прошли вторую линию обороны, и так далее, вот такими замечаниями. И вот здесь, в этом анекдоте, обыгрывается этот смысл. Или всевозможные были такие стихи, сочиненные, очевидно, евреями, над арабской мирной хатой гордо реет джит пархатой, или над седой равниной моря гордо реет голдо меер, вот, и так далее. Так что множество было всевозможных анекдотов, многие уже забылись, вот, но сам факт остается, что, как стали говорить, весь мир торгует, а евреи воюют. Один из парадоксов 20 века. Евреи в глазах и части советской интеллигенции обрели некий новый облик, и их как-то соотносили, и сами евреи Советского Союза, хотя, конечно, они не имели никакого отношения к тем победам, что, а может быть, даже наоборот, работали на военных предприятиях, на военных заводах, которые выпускали ту самую технику, которая отправлялась на Ближний Восток. Но, тем не менее, на них смотрели, как на агрессоров. Ну, ты агрессор, подвинься, говорили там, в таком духе. Вот, и евреи ощущали некоторую гордость и причастность к тем событиям. По сути дела, вот эта война сыграла важную роль в росте самосознания советских евреев, национального самосознания, не обязательно солидарность, ну, частично, конечно, и солидарности с Израилем, но вместе с тем общий настрой и какое-то такое иное ощущение причастности к тем событиям. я читал в архиве, например, что были наказаны редактор «Комсомольской правды». За что? За то, что он поместил карикатуру на Маша Даяна, но не за то, не за саму карикатуру, а то, что как-то воспроизведен облик Маша Даяна, что является как бы тоже запретным. Должно быть решение специально ЦК и прочее. А армянский журнал, который готовился к печати в мае, он рассказал и вышел в июне на армянском языке, он рассказал о борьбе арабского народа против арабских захватчиков, совершенно не думая ни о том, что происходит на Ближнем Востоке, это совпало, и главный редактор также получил нагоняй за эти аллюзии, за эти какие-то аналогии. 10 июня 1967 года Советский Союз разрывает дипломатические отношения с Израилем, Израильское посольство, которое осмеливались посещать очень немногие советские еврейские граждане, также покидает то самое место, где сейчас и поныне находится Израильское посольство в Москве. И вплоть до 1991 года до 1991 года дипломатических отношений между двумя странами не существовало. Это был самый длительный период в истории и вообще в истории отношений Советского Союза с другими странами, когда два раза развивались дипломатические отношения, целых четверть века этих дипломатических отношений не было. В Москве в 1959 году проживало 240 тысяч евреев. В 1970 году 251 тысяча евреев. Это была самая большая численность евреев в Москве, советской столице, за всю историю по переписи. Но в дальнейшем уже в 1979 году евреев было 223 тысячи, численность евреев сокращалась. Сокращалась по нескольким причинам. Низкая рождаемость, стремление записаться неевреями и начавшаяся иммиграция. Иммиграция власти советские принимает решение о запрете вообще выезда из Советского Союза в 1967 году. Но в 1968 году принимается решение о выпуске примерно около полутора тысяч человек в год, 1500 человек в год. В основном лиц без образования, без религиозных фанатиков, как сказано было в этом решении, и лиц, которые могут отрицательно повлиять на окружающих, а также использовать этот канал в оперативных целях. вот такой рассекреченный документ в начале 90-х годов я нашел в архиве. Но это решение, в общем-то, оно на него мало обращали внимания, поскольку оно было прямо связано с советско-американскими отношениями, с давлением американских властей на Советский Союз, с политикой детанта, то есть разрядки международной напряженности. Был главный символ Советский Союз, по сути дела, занимался косвенно торговлей своими евреями. Если Румыния напрямую продавала и Чаушеску просто получала за каждого выехавшего еврея определенную сумму, несколько тысяч долларов, госбезопасность, Румынии получала секретаты, то Советский Союз в общем-то также находился под давлением Запада и для улучшения отношений накануне, например, 1972 года визита Никсона, летом 1972 года в Москву отпускалась очередная партия евреев. Большое число евреев было выпущено несколько десятков тысяч человек, многие из Москвы были выпущены из 30 тысяч человек в 1973 году, многие выехали тогда из Москвы, но в связи с начавшейся войной Судного дня эммиграция из Советского Союза была тогда прекращена, еще большое число евреев выехало из Советского Союза в 1979 году накануне Олимпиады, Олимпиады, но начавшееся вторжение советских войск в Афганистан привело к тому, что это началась, начался бойкот Олимпиады, резко ухудшились советско-американские отношения, и в ответ советские власти заявили, что процесс воссоединения семей завершен. Вот эта эмиграция советских евреев в Израиль или так называемых прямников на запад в Америку и так далее проходила вот под таким вот замысловатым названием воссоединение семей. Хотя абсолютное большинство выезжавших из Советского Союза не имели никаких родственников или все их родственники самые ближайшие жили в Советском Союзе, но это шло вот под таким вот соусом. воссоединение семей и процесс воссоединения семей было заявлено в начале 80-х годов завершен. Это говорилось о том, что как бы вот как бы больше советские власти не намерены выпускать евреев. Ну и возникает, вы знаете, такая группа отказников, рефьюзников, которые создали своеобразную субкультуру здесь в Москве. Несколько слов о своем опыте. Ну, я никогда не подавал на выезд, но играл и занимал очень скромное место в этом еврейском национальном движении. Ну, вот здесь, раз мы картинку видим, то вот еще одно событие, это русско-яврейский словарь, вышедший, руссиша и дешевертербух, который вышел в 84-м году. Почему в 84-м году? Ну, так вот, в общем-то, эти из архивов КГБ была взята рукопись, которая была конфискована в сорок каком году? В сорок девятом году, когда арестовали авторов этого словаря, и они были расстреляны. А рукопись осталась, и вдруг решили издать, и издательство «Русский язык», поскольку рукопись вся была готова, правда, не сообщая о судьбе ее, откуда она появилась, была издана в восемь четвертом году, и также использовалась Советским Союзом для, советскими властями для пропаганды. Так вот, о своем опыте. Вот здесь мы видим Анатолия Натана Щеранского незадолго до ареста. В семидесятых годах число желавших выехать из Советского Союза увеличивается и это выражалось в частности и демонстрация протеста стремлений вот одна из демонстраций требующая визы. Люди стоят, вы знаете, у какого места, у приемной президиума Верховного Совета СССР, это на углу напротив Манежа, где сейчас приемная Государственной Думы, наверное, вы знаете это место, напротив Манежа, перед тем, как повернуть уже на Арбат, на Новый Арбат, недалеко от библиотеки Ленина. Кстати, у библиотеки Ленина также собирались люди, желающие выехать. Были и другие формы протеста, ну, например, сидячие забастовки, ну, и вот еще один, но это, правда, уже 80-е годы, но наши, вот видите, здесь нужно вспомнить еще о поправке Джексона Вейника, Джексона Вейника, американских сенаторов, которые связывали выезд из Советского Союза, не евреев, а вообще иммиграции, поскольку была и немецкая, армянская иммиграция, ну, конечно, главное шла евреев, главный вопрос, что связывал с принципом благоприятствования в торговле, Советский Союз был лишен этого принципа и не мог заниматься продавать свои товары на западном, на американском рынке, пока не изменит свою политику в области иммиграции. Только относительно недавно эта поправка была отменена еще до ухудшения отношений Советского Союза с Западом, с Соединенными Штатами. В Москве местом сбора евреев была вот эта горка, Московская Коральная Синагога, Куда по субботам собирался народ обменяться новостями, прочитать письма и, конечно, на праздники, прежде всего на Симха Тора, на Симха Стоера, праздник, которым завершается годичный цикл Торы, вот, собирался народ, который плясал, веселился, танцевал и, в общем-то, подвергался очень серьезной опасности и реальной опасности быть арестованным, быть исключенным, уволенным с работы или исключенным из вуза и так далее, поскольку было немало здесь соглядатаев и в штатском и в форме, которые, вот, действовали соответствующим образом. Так что в Москве, которая находилась в полной тишине и находилась в таком литургическом сне, лишь одно место в московской хоральной синагоге представляло собой такое вот место таких собраний под открытым небом, куда приходили сотни людей, сотни евреев и ситуация здесь была достаточно напряженной. Во-первых, никто не мог дать гарантировать того, что человек, который придет сюда, что он вернется домой. Его могли арестовать, избить, ударить по любому поводу. Свет, который горел вот на этом, в этом переулке Архипова, спас о Голенищевском переулке, ему возвращено прежнее название, выключался, лампочки вырубались, пускался транспорт, большегрузный такой, который никогда по этой улице не ездил, большие мазы ездили вокруг вот этой улицы. Милиция, стоя на тротуарах, кричала «Граждане, расходитесь, вы мешаете движению транспорта». И как только заканчивалась молитва, сотрудники, ну не сотрудники, а служители, часто и сотрудники синагоги, их можно так назвать, выталкивали молящихся со ступенек вниз, и милиция вместе со школой милиции и людьми в штатском начинала разгонять всех этих людей, гнали до метро или до других переулков, некоторых арестовывали. Вся эта территория собственно находилась на таком по сути дела на военном положении, поскольку все переулки были заблокированы, нельзя было войти в переулок, стояло множество машин таких уазиков и вернее вот этих микроавтобусов с закрытыми шторками, где сидели люди и показывали на того или иного человека, предлагая его арестовать. И самое известное дело связано с делом Натана Щеранского, о котором, наверное, вряд ли есть смысл подробно рассказывать, но два слова я скажу. он был обвинен в шпионаже в пользу Натан Щеранский в общем-то был человеком, ну, есть, слава богу, глава нынешнего Сахнута, тогда Анатолий Щеранский, который, в отличие от других участвующих в сионистском национальном движении, был такой фигурой участвовавших и в движении диссидентов, был каким-то связующим звеном. Власти всячески стремились не дать соединиться еврейскому национальному движению и движению диссидентов в Москве и в других крупных городах. И сами евреи, стремящиеся выехать в Израиль, подчеркивали, что им ничего не надо от советских властей, от Советского Союза, что они не вмешиваются в политику, единственное, что они просят, чтобы их выпустили из этой страны. Некоторые высылали на адрес Верховного Совета свои паспорта, отказывались от гражданства, положение этих людей было особенно тяжелым, поскольку их могли арестовать, убить, и никто не мог даже доказать, что такой человек существовал. И вот Натан Щеранский был арестован, и он получил почти 13,5 лет заключения по обвинению шпионажа. Недавно ушел из жизни Дымшиц, Валерий Дымшиц, который летчик, организатор, один из организаторов самолетного дела. Самолетного дела в 70-м году евреи попытались угнать самолет из Пукова, из Ленинградского аэропорта. Это дело уже было заранее известно, и КГБ еще до захвата самолета арестовало всех его участников и приговорило двух из них, Кузнецова и Дымшица, к высшей мере наказания. Но это отдельная история под давлением Израиля, которые оказали давление на Франка, на Каудилио Франка, на испанского диктатора, который тогда же приговорил к смертной казни басков, баских террористов. Действительно, за дело они участвовали в террористических актах и убили немало людей. И Франка помиловал, ну, дал им меньшие сроки, помиловал их и не отказался от решения их расстрелять. Вот на этом фоне советским властям было крайне неудобно применять высшую меру наказания к Дымшицу и Кузнецову. И они получили 14-15 лет тюремного заключения, а в дальнейшем их обменяли на советских шпионов на Западе. Натан Черанский, вы тоже знаете, был освобожден, вернее, раньше времени, и его обменяли на советского шпиона. Вот в Германии произошел этот обмен. Я был на этом мосту, это недалеко от Пацдама, вот, где происходил обмен между Натаном Черанским и советским шпионом или разведчиком, как хотите. Если говорить о своем опыте очень скромном, то я тогда изучал неофициально нелегальный еврит. Были ульпаны на квартирах, куда собиралось несколько человек. Ну, мой преподаватель еврита был Лёва Улановский, тогда известный человек, находившийся в отказе, который каждый день получал десятки, если не сотни, телеграмм с выражением солидарности, иногда пребывал под домашним арестом, поэтому, когда шел к нему на занятия, всегда имел в кармане паспорт, и нередко милиционер стоял у дверей, проверяя документы, переписывал твои данные и свободно ты проходил. Конечно, это было опасно, это стало известно, я там учился в аспиранторе, в университете, и, в общем-то, у меня были некоторые неприятности, но иврит, в общем-то, так до конца я не выучил я тогда, уже в какой-то мере выучил уже в Израиле, когда учился там в университете один год, но сам опыт общения вот с теми людьми, которые собирались уезжать, они учили иврит не просто, как я, для каких-то культурных, таких исторических, каких-то вот эмоциональных, что ли, целей, а для прагматических, для того, чтобы изучить иврит, был единственный учебник Элев Мелим, тысяча слов, может быть, у кого-то он есть, я его сюда не принес, у меня был настоящий учебник, не сделанный фотокопиями, а настоящий учебник Элев Мелим, все три части, я прошел, помню, только одну часть, ну и вот эти общения на горке и изучение иврита, а также занятия в историко-этнографической комиссии, этнографической комиссии, которые организовали, вначале было организовано при Совете Жгеймланд, а потом власти запретили эту комиссию, и мы собирались на квартирах, но я чувствовал, что я, в общем-то, вам уже наскучил своими рассказами, вот также классический такой снимок, это компания Эляль, мы видим здесь людей, которые выходят, вступают на израильскую землю, немало здесь мы видим и евреев из Средней Азии, большую возможность выехать из Советского Союза, туда получили евреи из Грузии, было письмо 18 человек, с которой, собственно, считается, началась Алия, бухарские евреи, евреи из Западной Украины, из Прибалтики, в Москве ситуация была более сложной, но, тем не менее, часть людей получали, но некоторые проблемы были в том, что многие получали отказ и не знали, сколько они просидят в этом городе, в этой стране, один год, один месяц или всю жизнь. Например, Павел Абрамович, который так в отказе прожил 10 лет, людей не было никакой перспективы, они не знали, что с ними произойдет, вот в этом была суть советской политики. и вот такой неизвестности пробивали десятки тысяч человек. Ну, еще раз давайте посмотрим вот эти фотографии. Испомним всего, что это начиналось. и люди, которые уезжали из Советского Союза на запад или в Израиль, вы знаете, они уезжали с концами. Никто не знал, сколько они, когда их увидят, они прощались с ними навсегда. Лишь вот начавшиеся изменения в Советском Союзе и контакты второй половине 90-х, 80-х годов изменили ситуацию. Так что всего за это время, начиная с 68-го года по 85-й из Советского Союза выехало 300 тысяч евреев. 300 тысяч евреев. Это примерно ну около 10-ти процентов. Около 10-ти процентов всей численности евреев было меньше, но де-факто было именно столько не по сведению, не по 2200 тысяч человек было, но выехало 300 тысяч человек и примерно 50-40 процентов выехало в Израиль, а уже в конце вот этой эмиграции все большее число выезжало на Запад, что советским властям да израильским очень не нравилось. Ну и последующие годы о период перестройки это уже другая эпоха, о которой разговор в следующий раз. Ну наверное вы смотрите на часы и времени я уже здесь занял достаточно много. Вот. И может быть есть какие-то комментарии и вопросы на которые я может быть отвечу. Пожалуйста. Ну нет вопросов матросов нет вопросов. Может быть кто-то хочет что-то сказать, спросить, прокомментировать и что-то такое я не отметил, не сказал. Ну конечно многое я не сказал. За это время это здесь уместилось целая эпоха, целая жизнь людей. Некоторые так никогда и не выехали и умерли здесь. Особенно тяжело было в провинции. Не в Москве, а в провинции, где ситуация была куда более сложной. Вот. Но вместе с тем немало евреев никуда не собирались уезжать. Расскавывались семьи, были целые трагедии. Так что ситуация была не столь простой, как казалось. Израильские спецслужбы и специальная Лешкада Кешер, которая была создана еще в середине 50-х годов. Лешкада Кешер это бюро по связям. Сейчас она называется Натив и она легализована. Официально существует при посольстве Израиля отдельная структура при посольстве бюро по связям с евреями Восточной Европы и Советского Союза. Специально занималась рассылкой, присылкой сюда литературы самыми различными способами. Литература была по нынешним временам самая невинная. Это учебники, слово Арии, какой-то иллюстративный материал. Но тогда советским властям он представлялся самым взводственной антисоветской сионистской пропагандой. Ну, я смотрю, я вас утомил уже, поэтому всего доброго и до встречи. АПЛОДИСМЕНТЫ аплодисменты. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...